Nokia. Этот бренд долгое время являлся синонимом мобильного телефона. И пускай компания не изобрела собственно мобильный телефон, смартфон или телефон с камерой, тем не менее именно эта компания определила многие технологии, которыми мы пользуемся до сих пор. Они экспериментировали с форматами устройств, а некоторые из их фич смотрятся достойно на фоне конкурентов даже спустя десяток лет. Nokia пробралась в массовую культуру и стала героем мемов. Я уверен, что у многих наших зрителей хотя бы раз в жизни был мобильный телефон компании Nokia. Вот у меня здесь мой самый первый мобильный телефон, который появился у меня в средней школе. И я, конечно же, долгое время был фанатом именно этой компании. Вы на канале Scrum Track, меня зовут Артемий Анцупов. И сегодня мы поговорим про Nokia Agile и почему гибкость не спасла, а возможно и погубила знаменитого финского гиганта. Поехали! В Agile-сообществе компания Nokia запомнилась в первую очередь своим Nokia Agile Test. Простой и понятной методикой оценки того, насколько гибкая у вас команда. Этот тест был создан величиной в Agile-сообществе Баасом Водде, одним из авторов Лесс и автором многих классных книг. Он придумал его, когда работал в 2005 году с сетевым подразделением Nokia. Затем тест несколько раз дорабатывался и стал основным инструментом оценки команд в Scrum.org и Agile Alliance. В тесте всего 9 вопросов. Есть ли у вас итерации? Как структурируемый бэклог? Как вы тестируете ваш продукт? Как работает владелец продукта? Это простая и понятная методика, ссылку на которую вы найдете в описании к данному видео. Пишите ваш ответ в комментариях. Но если Nokia пользовалась этим тестом для оценки гибкости, команды прокачивал сам Баас Водде, да и в Nokia постоянно декларировали гибкость как свою основную организационную капабилити, то как так вышло, что Nokia проиграла Apple и Android? Давайте разбираться. Давайте сначала кратко рассмотрим историю компании. А у них есть что рассказать, помимо мобильных телефонов, которые будут сегодня в центре нашей истории. Компания была основана в 1865 году. Да, вы не ослышались. История компании тянется до 19 века. Называется компания в честь города Nokia, который стоит на небольшой реке Нокиан-Вирта. Изначально компания занималась деревообработкой, но затем, через десяток лет после основания, стала заниматься также производством резин. До сих пор в мире известны шины Nokia. Это продукция того самого концерна Nokia. Правда, сейчас уже много лет две эти компании совершенно не связаны. Но реальная история концерна Nokia началась с объединения трех компаний. Собственно, Nokia и двух других компаний, чье название я не буду пытаться зачитывать. Сначала под общим владением, а потом и слились в единую корпорацию. Тогда в составе конгломерата, помимо резины и целлюлозы, появилось производство кабелей и конденсаторов. В середине 20 века это был уже индустриальный гигант, который производил буквально все. От туалетной бумаги, я не шучу, шин и резиновых ботинок, до телекоммуникационных кабелей, пластика, алюминия и электронных компонентов. Все эти вещи помогут компании тогда, когда они начнут заниматься производством мобильных телефонов. Переместимся чуть-чуть далее, во времена Холодной войны. Противостояния между сверхдержавами бушуют на нашем земном шаре. Небольшая Финляндия, пускай напрямую не включена в этот процесс, все равно переживает и готовится к худшему. В этот момент финское правительство решает запустить тендер на то, чтобы провести исследования в области телекоммуникации и обеспечения связи внутри страны. И именно наш сегодняшний герой получил государственный подряд на эти военные разработки. Закончив с ними, компания стала использовать эти наработки для применения в гражданской жизни. И именно здесь раскрылась как технологический гигант и лидер инноваций. В середине 70-х Nokia представила первый автомобильный радиотелефон, таким образом соединив всю страну с сетью беспроводной связи. И несмотря на примитивность этого устройства по нашим меркам, тем не менее он обрел большую популярность и позволил Nokia выйти на международный рынок не только в Европе, но и в Соединенных Штатах. В 1982 году Nokia выпустила первый цифровой европейский телефон, а затем и первый автомобильный телефон стандарта 1G. Спустя некоторое время Nokia стали выпускать настоящие мобильные телефоны в современном уже их понимании. Правда, они были громоздкими и дорогими, что, правда, не помешало им стать коммерческим успехом во всем мире. Nokia стала адаптироваться под потребности разных рынков и разных клиентов, выпуская широкую линейку, активно захватывая рынок. Возможно, некоторые помнят, что в 1988-1989 году в Европе бушевал экономический кризис. Это сильно ударило по компании Nokia. Разные линии бизнеса одновременно вошли в SPA, и у компаний не хватало ресурсов, чтобы поддерживать их все. И тогда правление компаний в свои руки взял Джорма Олила. Этот бывший банкир проявил стратегическое чутье и управленческое мастерство. Он сделал ставку на телекоммуникационные направления и высокие технологии, избавился от лишних линий бизнеса и сфокусировал ресурсы в одном направлении, предопределив таким образом светлое будущее компании на десятилетия вперед. Nokia продолжали проявлять себя как технологические лидеры и после окончания Холодной войны. Например, они стали локомотивом разработки и продвижения в Европе стандарта 2G, или, как он тогда назывался, GSM. Да-да, молодые помнят рекламу по телевизору, продвигавшую GSM-связь. Так вот, это оно самое и есть. Вместе с этим стандартом у нас появился сервис коротких сообщений, или SMS. Не думаю, что нас смотрят настолько молодые зрители, которые не знают, что это или этим активно не пользовались. И хотя по стандарту GSM можно было передавать как голос, так и данные, но все равно фишкой этого стандарта являлась именно мобильная голосовая связь. И в 1992 году Nokia выпускает первый цифровой мобильный телефон на этом стандарте. Однако в Nokia понимали, что мобильный телефон – это не просто средство передачи голоса или текста. Мобильный телефон, знали в Nokia, это в первую очередь софт. Поэтому они стали активно работать над созданием тех функций, которые кажутся нам такими привычными сейчас. Это телефонные книги, это какие-то заметки, обязательно электронная почта, как только смогли тогда ее туда и поместили. Более того, легендарная игра «Змейка» появилась именно на телефоне Nokia, создав таким образом, пускай и не нарочно, всю современную индустрию мобильного гейминга. В 1998 году компания Nokia решает разработать собственную мобильную операционную систему, для того, чтобы лучше удовлетворять потребности своих клиентов в мобильном софте. Чтобы не начинать с нуля, они решают воспользоваться какой-то существующей системой. Их выбор пал на операционную систему EPOC, или EPOC, вот здесь будет на экране, от компании Psyon. Эта операционная система разрабатывалась для коммуникаторов. Если кто-то помнит, были такие замечательные записные книжки с клавиатурами, которые носили с собой в кармане очень важные бизнесмены. Так вот, Nokia понимали, что рано или поздно все эти функции дойдут им до мобильных телефонов, и нужно быть к этому готовым. И они были правы. Вместе с ними и компанией Psyon в сотрудничество вошли такие крупные гиганты, как Motorola и Siemens, и вместе основали компанию Symbion Foundation. И, словом же, Symbion стала называться их операционная система. К тройке основных игроков со временем присоединились и другие компании. К созданию софта подошли тоже гибко. Одна версия Symbion создавалась, например, для Motorola, другая создавалась для Symbion и так далее. Более того, создавались разные версии для разных рынков, разных направлений и моделей мобильных телефонов. Со временем такая разрозненность создаст сложности для компаний. Ну а пока это был хит. Nokia победно маршировала по планете, выпуская десятки мобильных телефонов всех форм и размеров под любой вкус и любой рынок. Ее операционная система предоставляла широкие возможности и классный опыт для клиентов. В начале нулевых Nokia выпускала десятки различных моделей в год под разные рынки и кошельки. Это были дешевые мобильные звонилки, это были смартфоны и камерафоны с огромными, но очень-очень классными камерами. Встречались среди них и довольно странно Nokia запомнилась всякими разными смелыми экспериментами. Например, N-Gage. В свое время этот аппарат взорвал мне мозг как подростку, любителю игр, в том числе и мобильных. Например, первый Doom я прошел именно на телефоне Nokia. И возможно эти трубки просто опередили свое время, возможно сыграло еще что-то. Но сейчас, конечно же, рынок мобильных игр составляет миллиарды долларов в год. Но тогда для финнов это был серьезный провал. Телефон просто не работал. Он плохо звонил, не создавал нужного сетевого эффекта, а количество пользователей и количество игр на нем было недостаточно. И это был не единственный провальный телефон Nokia. Но успехов было, конечно же, больше. Однако в самой компании росло противоречие между дешевыми мобильными телефонами и дорогими продвинутыми смартфонами. Компания, известная своим технологическим превосходством, стала все сильнее распыляться, выпускать много-много разных не до конца готовых моделей в попытках объять необъятное. И, конечно же, в таком подходе страдали технологические инновации. Явным маркером, происходящим в компании тектонических изменений, стало назначение в 2006 году на роль генерального директора Оллипек Каласуа. Его специальностью было управление затратами и финансовое планирование. Новую управленческую команду больше беспокоил курс акций, а не технологические инновации. Они тратили миллиарды на выкуп собственных акций, на работу с инвесторами и практически не уделяли время новым технологическим разработкам. Ну и зачем? Пока у компании все хорошо, в 2007 году компания Nokia занимала рекордный 37% мирового рынка мобильных телефонов, выпуская 400 миллионов телефонов в год. Это был 2007 год, самый пик расцвета компании Nokia. Никто не сможет вернуться в 2007 год. Кто никогда не вернется в 2007 год? И компания Nokia не смогла. В мире этот год запомнился не только расцветом неформальных культур, но и выпуском первого айфона. В Nokia этому событию поначалу не придали особого значения, ведь это было дорогое устройство, которое работало на устаревших в сетях 2G, к тому же по всем параметрам проигрывавшее флагману Nokia. Камера айфон не умела снимать видео, приложений было мало, и более того, телефон был направлен исключительно на американскую аудиторию, так как мог работать только на сетях компании AT&T. Тогда как финская империя покрывала собой большую часть ойкумены. Игрушка для фанатов Apple, посчитали в Nokia. У нас ушло немало лет, чтобы понять, что необходимо для создания приличного телефона. Ребята из Apple, занимающиеся созданием ПК, даже понятия не имеют, как этого добиться. Они в этом направлении с места не сдвинулись. Ансип Ваньеки, глава по стратегическому планированию компании Nokia. Но лиха беда начала. Следующий 2008 год принес компании Nokia финансовый кризис. Я думаю, многие его помнят. У них начались перебои с поставками, падение продаж, ведь благосостояние большого количества людей в мире стало сокращаться. И как будто этого мало, в 2008 году выходит второй айфон. Полностью переработанный аппарат, в котором были решены детские проблемы первого устройства. В нем уже было много функций, поддержка современных сетей 3G, и работать он мог на любых сетях, а значит, что Apple нацелились на мировой рынок. И вишенкой на этом не очень вкусном торте для компании Nokia стал выпуск еще одного конкурента, а именно операционной системы Android. Первого телефона на нем HTC Design. У меня здесь, конечно, не он, но очень близко к тому времени модель. Это был мой первый мобильный телефон с платформой Android после Nokia. И хотя я очень неохотно переходил на новую платформу, тем не менее я очень долгое время проходил именно с этой трубкой и был невероятно доволен результатами. Это было действительно круче, чем Nokia. Продажи финских трубок резко упали, стали сокращаться финансовые показатели. Но компания не спешила действовать, ведь на рынке бюджетных аппаратов все еще было хорошо. В компании сохранялась уверенность в себе и в своих силах. Они не спешили действовать. И это странно. Например, в 2007 году бывший генеральный директор Nokia и председатель правления Джорма Олила, о котором мы говорили раньше, проводил опрос среди своих менеджеров о том, что угрожает благополучию компании Nokia. И практически все в топе угроз назвали Apple. А в 2006 году в компании Nokia проводился массовый опрос сотрудников по выявлению угроз для благополучия компаний. И огромное количество людей назвали выскочек из Купертино главной угрозой для Nokia. Да, это за год до выпуска айфона. Apple, конечно, старались скрывать свои разработки, придумывая своему проекту кодовые названия. Но анализ патентов, зарегистрированных компанией в США, давал сотрудникам Nokia достаточное количество информации, чтобы начинать нервничать. Забавно, что сотрудникам и руководству компаний было запрещено пользоваться телефонами других брендов. Им можно было пользоваться только Nokia. Возможно, если бы генеральному директору компании Оли Пека Каласова и председателю управления Джорми Олили сотрудники подарили бы на Новый год новый яблочный телефон, они бы быстро поняли, что клиенты скоро идут к Стиву Джобсу. Настолько более классный опыт тогда айфон предоставляли по сравнению с Nokia. На 2009 год Nokia все еще имела беспрецедентные ресурсы. Долю рынка, сильнейший бренд производственной мощности и классных инженеров. Выпустить сенсорный телефон для них не было никакой проблемы. Особенно учитывая, что с 2005 года под крылом компании находилось производство компьютерных планшетов с сенсорным экраном. И вот, спустя короткое время после выхода iPhone 3G и HTC Desire компания выпускает Nokia N97. Убийцу айфона! Ну да, тогда такую фразу можно было еще произнести без смеха и иронии. У меня, конечно, здесь чуть более поздняя модель N97 Mini, но общее представление вы можете получить. Форм-фактор, как у конкурентов, даже есть QWERTY-клавиатура под экраном, как у HTC Desire, оптика от CASE и довольно-таки классная железо и камера. Казалось бы, ну вот он, рецепт успеха от проверенной организации. Но телефон стал огромным провалом, разочаровал своих фанатов и не составил конкуренции ни Apple, ни Android. Почему же так вышло? А дело было в софте. Когда-то софт был сильной стороной телефонов Nokia. А сейчас конкуренты били финнов на их же поле. Почему так? Ну, в первую очередь, потому что Symbian устарела. Платформа из 80-х просто уже была старенькой, не успевала за развитием технологий. С другой стороны, Symbian уже не была просто Symbian. Я вначале говорил, что разработка с самого начала велась в нескольких продуктовых направлениях. Но со временем дела стали только хуже. Позднее на правах рецензентов к ним присоединились еще с десяток компаний. Хотя формально Symbian не был открытой платформой, но под этой операционной системой работала большая часть трубок, продаваемых в мире на момент нашей истории. К консорциуму присоединились такие гиганты, как Samsung, LG, Panasonic и Ericsson. И хотя формально все эти перечисленные компании были партнерами по созданию платформы Symbian, на рынке мобильных телефонов они были жесткими конкурентами. И это приводило к парадоксальной ситуации, что вроде бы разработчиков на Symbian очень-очень много, с другой стороны, они распределены по независимым и часто даже закрытым друг от друга направлениям разработки. В итоге платформа Symbian стала настолько фрагментированной, что в какой-то момент над ее разработкой и поддержкой трудились 53 архитектора. Для сравнения, в Android сложность была кратно меньше, что делало ее гораздо более привлекательной для разработчиков и внешних вендоров. Показателем пример попыток Nokia удержать внешних вендоров программного обеспечения. В 2007 году Nokia запустила конкурс Mobile Rules для европейских разработчиков программного обеспечения. Забавно, что к моменту встречи, собственно, с победителями у руководства Nokia не было понятного родмапа по развитию платформы, что не мудрено, учитывая ее фрагментированность и некоторые внутренние проблемы внутри компании. Разработчики не понимали перспектив, в какую сторону им работать и к чему готовиться. И в итоге ушли к Apple и Android. Да, обе эти платформы часто обновлялись, но эти обновления были, хоть и частыми, но небольшими, логичными, прозрачными и понятными для разработчиков. Именно постепенный подход к развитию платформ и позволял производителям телефонов делать устройства с заделом на будущее обновление. А у многих моделей Nokia обновления вообще не предполагались. Такая ситуация создавала сложность у внешних разработчиков программ под платформу Symbian. В надежде исправить ситуацию, Nokia выкупила долю у своих бывших партнеров по Symbian Foundation и стала основным владельцем платформ. Но к этому моменту с самой операционной системой сделать что-то было уже очень сложно. Symbian для Nokia были как чемодан без ручки. С одной стороны, бросить было жалко, ведь продажи бюджетных аппаратов все еще приносили компании немалые прибыли. С другой стороны, и нести тяжело, ведь устаревшая массивная платформа с большим количеством технического долга не позволяла выпустить на рынок конкурирующий продукт, несмотря на десятки тысяч разработчиков. Напомню, Nokia считали себя гибкой компанией. И это во многом было так. Они умели быстро запускать проекты по разработке новых мобильных телефонов, подстраиваться под нужды сегмента и рынка. Они здорово экспериментировали с различными форм-факторами и создавали новые варианты мобильных телефонов. Руководство продвигало это, как их основное конкурентное преимущество. «Быть быстрым значительно важнее, чем предвидеть, что случится с рынком. Это наше ключевое преимущество», заявлял Олли Пека Каласова в 2006 году. Какая ирония, быть просто быстрым оказалось недостаточно. Быстрые запуски разработки новых мобильных телефонов привели к фрагментации платформы Symbian, накоплению технического долга и разрозненности знания внутри компании. А ведь, как говорится в Agile-манифесте, именно постоянное внимание к техническому совершенству и качеству проектирования повышает гибкость проекта. И ведь нельзя сказать, что гибкости у них не было. Но это была именно гибкость в рамках одного проекта по созданию мобильного телефона. Команды собирались под конкретный телефон, а затем распускались. И прошивка конкретной версии Symbian зачастую писалась под мобильный телефон, ну, максимум под линейку. Создавалась парадоксальная ситуация, когда в одной версии Symbian на одном мобильном телефоне решали какую-то техническую проблему, а она сохранялась на той же версии Symbian, только в другом мобильном телефоне. Такая подстройка программного обеспечения под конкретное железо на мобильном телефоне увеличивала время его разработки и затраты на создание мобильного телефона. В то время как у Android ситуация была обратной. Производители телефонов создавали железо под платформу, а не наоборот, что делало разработку более удобной и быстрой. В Nokia также поощрялась внутренняя конкуренция и соперничество между проектными командами, что, конечно же, не способствовало обмену знаниями и экспертизы между ними. Для сравнения, в Apple в какой-то момент была даже собрана функциональная структура вокруг iPhone с четкой и понятной стратегией. Такая структура была не только хорошо управляемой и понятной, но поощряла общение специалистов в рамках своих технологических подразделений для обмена информацией, обучения и технологических инноваций. Многие исследователи и бывшие сотрудники компании Nokia отмечают, что 2008 год мог стать точкой переломного момента для компании, тем самым кризисом, который позволит ей себя переизобрести. Джон Коттер, известный специалист в области изменений, говорил, что для проведения серьезных изменений в компании, согласно его модели, первым шагом является создание острого ощущения, осознания всей компании необходимости изменений. Примером такой ситуации может служить эффект спутника, когда в СССР запустили первый космический спутник, это стало серьезным ощущением того, что нужны какие-то перемены за океаном в Соединенных Штатах. И именно из-за этого их космическая программа получила новый толчок и привела к тому, что Соединенные Штаты отправили человек на Луну. Рядовые сотрудники в Nokia понимали угрозы, видели ее, мы говорили об этом раньше. Руководство видело цифры по снижению продаж в разных сегментах. Nokia обладало ресурсами и сильным брендом, как мы уже говорили. Им хватало также и интеллектуальных ресурсов. У них было достаточно количество инженеров. Но при этом руководство думало совсем-совсем о другом. В одном источнике такое состояние руководство компаний назвали организационной близорукостью. Они фокусировались на краткосрочном и среднесрочном периоде развития компаний и мыслили финансовыми показателями. Где-то приводилась информация, что любой проект, который не сулил в ближайшей перспективе эффект в 100 миллионов евро, просто срезался руководством на корню. Многие сотрудники Nokia отмечали, что такой подход к запуску проектов срезал многие инновационные инициативы компании, стоившие ей конкурентного преимущества в будущем, а также негативно повлиял на мотивацию инженеров и менеджеров. Кроме того, решения о запуске проектов были сильно централизованы. В какой-то момент основные решения по запуску новых инициатив принимались только с личного одобрения Джорми Олила, председателя правления Nokia и бывшего генерального директора. Он строил компанию, руководствуясь принципом асимметрии информации. Это помогало ему сохранять контроль в своих руках, даже не будучи SEO. Он ориентировался на инвесторов, а не на клиентов и бизнес-модель. И очень боялся утечек информации. В итоге, даже совет директоров в 2008 году не до конца понимал масштаб проблем. Такое стиль управления, продвигаемое десятки лет, сформировал корпоративную культуру Nokia. Разрыв между департаментами, расслоение управленческих уровней и непрозрачность структуры. Многие сотрудники, проработав много лет в одной части компании, могли не иметь никакого представления о том, что происходит в соседнем департаменте. Показательный еще один такой пример. Роль технического директора в технологической инновационной компании Nokia была употреблена в 2007 году. Яркий пример курса, принятого генеральным директором Олли Пекой Колосу, пришедшим в компанию в 2006 году. Он не был хоть сколько-нибудь заинтересован в технической стороне работы компании. И сравните это с Apple и Google. Да, его предшественник Джорма Оллила тоже не был технарем, он был банкиром. Но при нем в совет директоров входило несколько очень сильных инженеров. Или еще один пример. Себастьян Нистрем, один из старших вице-президентов, представлявших департамент по разработке программного обеспечения, на встрече с генеральным директором однажды заявил. Посмотрите на наших конкурентов. Их руководители, их генеральные директора умеют писать код, а вы ничего не смыслите в софте. Да, при иерархизированной организационной структуре и закрытой культуре в Nokia такое заявить было очень смело. Видно, что Себастьян Нистрем раньше был консультантом на Кинде. И несмотря на смелость такого заявления и его действительную правдивость, это особенно ни к чему и не привело. Сбить руководство с намеченного курса было крайне сложно. Руководство не понимало проблем Symbian. Оно не видело всей картины, но не знало всех проблем. И, к сожалению, пренебрежительно относилось к инженерам. А как вы помните? Джад Манифест гласит, на протяжении всего проекта представители бизнеса и разработчики должны ежедневно работать вместе. Ничего подобного в Nokia не наблюдалось. А ведь у них были шансы. И даже не один. Еще в 2005 году Джон Энкорн, один из архитекторов программного обеспечения в Nokia, заявлял о проблемах Symbian. Он предлагал запустить проект по созданию новой платформы на основе Linux. И кто знает, если бы руководство его тогда послушало, возможно, они бы сделали бы предшественника Android и нового серьезного игрока на рынке. Но его никто не послушал. Также в 2005 году тихой сапой небольшая команда разрабатывала платформу MIMO на Debian Linux для планшетов Nokia. Характеристики этих планшетов были сходны с характеристиками мобильных телефонов, что делало MIMO потенциальной заменой для уже устаревающей Symbian. Но им просто не доставалось инвестиций. В 2008 году на разработку MIMO тратилось всего лишь жалкие 3% всего бюджета на новые разработки. И это с учетом затрат на разработку железа для планшетов. Да и время iPad'ов еще не пришло. Эти планшеты не пользовались коммерческим успехом, что давало дополнительные аргументы для противников инвестиций в данную платформу. Когда же, в 2010 году, продажи трубок Nokia стали заметно падать, а бывшие партнеры по Symbian Foundation активно переключились на Android, руководство Nokia спохватилось. И запустило в разработку, наконец, но не одну, а целых две собственных платформы. Первая называлась Miigo на основе Linux. Туда перебросили людей ресурсы с разработки платформы MIMO. После 5 лет, казалось бы, разработки, да, тихо, и да, недоинвестированный, но все же разработки, платформу решили просто закрыть и начать разрабатывать с нуля. Странное решение. Параллельно с этим запустилась разработка еще одной платформы под названием Meltami для бюджетных трубок. А также некоторые подразделения экспериментировали с телефоном на платформе Microsoft и Android. И также не прекращалась доработка Symbian. Да, вот так вот странно в Nokia понимали гибкость. К сожалению, это не помогало. Доработка Symbian велась еще до 2012 года, хотя, казалось бы, всем было понятно, что перспектив нет, иначе зачем разрабатывать другие направления. Шла борьба за бюджеты, ресурсы были размазаны, стратегия была непонятной. Что, конечно же, не повышало боевой дух сотрудников компании. Культура и внутренняя конкуренция серьезно мешали инновациям. С конкуренцией было сложно и на уровне телефонов, и стало все совсем плохо, когда речь зашла о платформах. Ведь ставки стали еще выше. Количество разработчиков Symbian достигало 10 тысяч человек. Это крупнейший проект по разработке программного обеспечения даже по современным меркам, когда мы снимаем это видео. Они использовали свой авторитет, они использовали большое количество участников как рычаг для того, чтобы бороться за бюджеты и задавливать все новые инновации по созданию технологий, которые так были нужны компании на тот момент. Сложившаяся культура заставляла команды бороться с внутренними конкурентами тогда, когда им стоило бы думать о внешнем. Уже упомянутый Джон Энкорн, работавший над Meltem, говорил «Многие знали, что в модели N9, последней попытке Nokia создать конкурента iPhone, тачскрин не работал корректно из-за проблем Symbian S60. Продажи падали, но армия менеджеров и разработчиков Symbian задавливали все альтернативные проекты». Пытаясь спасти Meltem, Джон Энкорн увез проект по разработке платформы в Германию, подальше от корпоративного центра в Эспо и надзора высшего руководства. Но это не помогло. Итог печален. Телефон Nokia на Android так и не увидел свет. Платформа Meltem просуществовала два года, Migo один год. На многие из этих проектов компании возлагали серьезные надежды. Но, увы, разработка велась слишком медленно, концентрации ресурсов не хватало. И тогда отец прошлых побед Nokia, Джорма Олила, решил, что нужны радикальные изменения. И первым делом он уволил CEO Олли Пека Каласу. Тот руководил компанией с 2006 года. Чтобы спасти положение, Олила искал кого-то из Кремниевой долины, компьютерного сердца мира. Он и хотел найти кого-то, кто был бы на острие IT-технологий, ведь именно в области программного обеспечения, а не железа, Nokia проигрывала конкурентам. Выходя на американский рынок, Nokia пыталась открыть офис в Кремниевой долине. Но, по заявлениям бывших сотрудников, корпоративная культура компании не сходилась с демократическим духом американского инженера. Рассматривались разные кандидаты на роль нового генерального директора и спасителя Nokia. Поговаривают, что велись переговоры с самим Тимом Куком. Как бы могла развернуться история, если бы это стало реальностью? Также упоминаются некоторые громкие имена из мира мобильного IT. Но в итоге выбор пал на Стивена Эллопа. Мало известен тот момент канадца, работавшего в Microsoft. Стивен был знаком с Nokia, потому что руководил переговорами со стороны Microsoft по лицензированию пакета программ Microsoft Office для телефонов финской компании. Вообще, Стивен показал себя хорошим управленцем за свою карьеру. Он стабильно помогал IT-компаниям зарабатывать деньги. До этого он работал в таких компаниях, как Macromedia и Uniper, где отметился значительными успехами. Многие, кто работали со Стивеном, очень положительно о нем отзывались. Он и его команда значительно отличались от администрации Каласула, которая больше напоминала загородный клуб миллионеров-гольфистов. Команда Эллопа и он сам были открыты к прямым коммуникациям и новым идеям, а сам Стивен регулярно и днем, и ночью отвечал на письма сотрудников, приходившие ему на почту. Все надеялись, что заокеанский SEO поможет быстро решить проблемы и состоявшейся культурой управления в Nokia. Он активно поощрял взаимодействие между ранее конкурировавшими департаментами и их руководством. Первое, что сделал Стивен в роли SEO, написал письмо всем 60 тысячам сотрудников компании и спросил, что нужно поменять в Nokia. И получил 2000 ответов. И лично ответил каждому сотруднику. Он быстро понял масштаб проблем в Nokia, проблем как технических, так и управленческих. Он начал менять процессы внутри компании и запустил масштабную программу по переобучению. Но были у него и минусы. Эллоп, по мнению многих, кто с ним работал, не обладал стратегическим видением в стиле Стива Джобса. А также был очень близок с тогдашним главой Microsoft Стивом Балмером. И про него говорили, что, мол, он смотрит на мир через очки Microsoft. При этом, когда Эллоп только занял роль генерального директора Nokia, в компании прошли короткие переговоры с Microsoft о возможном переходе на Windows Phone. Но отказались от нее, ввиду того, что платформа не выглядела перспективно на фоне Android и Apple. И перешли к переговорам с Google о переходе, собственно, на Android. Но и там не заладилось. И вот неожиданно в 2011 году Стивен Эллоп внезапно на конференции в Лондоне объявляет, что теперь Nokia отныне и навсегда будет делать телефоны только на платформе Microsoft. Таким образом, он разом и радикально перечеркнул все усилия по разработке собственных платформ, таких как Migo и Melteming. При том, что последняя уже ставилась на целых 17 моделях Nokia, которые либо уже вышли на рынок, либо вот-вот готовились запуститься. Но к тому же и Symbian еще был скорее жив, чем мертв. Он активно ставился на бюджетные трубки, продавался по всему миру, принося доход компаний. Но заявление Стивена в 2011 году на пресс-конференции в Лондоне обрушило продажи бюджетного направления, сократив денежные поступления в Nokia, которая и так уже не могла себе позволить шиковать. Полный переход на платформу Microsoft означал, что вся разработка теперь будет вестись в Microsoft, и огромное количество инженеров останется без работы. Это было настолько радикальное заявление, как если бы «Газпром» заявил, что больше не будет качать газ. Именно такое влияние на экономику и высокооплачиваемый сектор рабочих мест оказало данное решение в небольшой Финляндии. А какой удар по престижу! Без работы должны были остаться порядка 20 тысяч человек в ближайшие несколько лет. Конец истории мы все знаем. Все мобильное подразделение Nokia было продано Microsoft, за что Стивена Энлопа очень многие называют кротом Microsoft или просто предатель. Некоторое время гигант из Кремниевой долины еще пытался конкурировать с Apple и Android на рынке своей линейкой Illumia, но со временем отказался от этой бесперспективной затеи. Какое-то время Nokia не была на рынке, затем компания снова стала продавать мобильные телефоны под своим брендом, но уже только в бюджетном сегменте. А вот совсем недавно было озвучено, вот в 2023 году, что во второй раз, теперь же, наверное, навсегда, компания Nokia уходит с мобильного рынка. Какие же выводы мы можем сделать из данной истории? Я выявил как минимум три. Первый вывод неутешительный. Большинство компаний не готовы к радикальным изменениям, трансформации самих себя, как у нас иногда говорят, самодезрапту. Особенно это сложно для крупных компаний. У них высокая инерция, сложные внутренние устройства, обязательства перед акционерами, всякие политические игры внутри. Проводить изменения в таких условиях крайне сложно, если не сказать невозможно. Практика показывает, что проще построить новую компанию рядом со старой. Вывод второй. Гибкости на уровне команд недостаточны. Именно на уровне команд фокусируется Nokia Agile Test. Но, как показывает наша история, это не дает достаточной гибкости на уровне всей организации. Мы увидели, что на уровне руководства не было достаточного сотрудничества с IT, что не уделялось внимания техническому совершенству, и что принцип простоты, постулируемый в Agile Манифесте, пал жертвой корпоративных интересов. Так что к моменту нашей истории, к моменту, когда им нужно было уже адаптироваться, компания Nokia не была той гибкой компанией, которая себя считала. И третий вывод. О важности организационного дизайна для применения гибкого подхода. В свое время Стив Джобс собрал практически функциональную структуру вокруг одного единого продукта. Платформы iOS и iPhone, собранных на них ограниченного количества. Таким образом, практически вся организация имела единую стратегию, прозрачный, понятный фокус, на который работали все участники. В Nokia же, в свою очередь, команды собирались под отдельные телефоны, ну, максимум, линейки телефонов. И собиралась матричная организационная структура, что создавало, во-первых, сложности в управлении, а во-вторых, не давало четкой единой стратегии для всей организации. У каждого из направлений она была своя, и они зачастую противоречили друг другу. И кроме того, между этими подразделениями также, как мы знаем, велась борьба за ресурсы, что не позволяло обеспечить необходимый уровень сотрудничества для достижения гибкости. Подытоживая, хочется сказать о важности организационного дизайна и правильного определения продукта, что является продуктом у вас, и сбора гибких команд уже именно вокруг этого самого продукта. Это поможет вам ставить понятные, прозрачные общие цели, которые позволят вашим командам сотрудничать. Agile подходы позволяют компании и командам быстро обучаться и менять направление движения. Проблема Nokia была не в том, что они не были гибкими, что они не умели адаптироваться. Проблема была в том, что руководство не видело в этом необходимости. Компания обладала достаточно человеческим, интеллектуальным и даже ресурсным потенциалом для того, чтобы изменить курс своего корабля. Но решение было принято слишком поздно. Вернуться от айсберга кораблю Nokia не удалось. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Это первое видео такого формата, снятое для нашего канала, и я получил море удовольствия, готовясь к нему. Ссылки на некоторые источники, которые я использовал к данному видео, я оставлю в описании ролика. Если я что-то упустил, пишите об этом в комментарии. Съемка такого контента занимает много времени, поэтому нам очень важна ваша обратная связь. Дайте нам знать, понравилось вам или нет. Ставьте большие пальцы и пишите комментарии. Всего вам хорошего и до встречи на канале ScrumTrack. Подписывайтесь в наши социальные сети, чтобы не пропустить новые видео из мира современного менеджмента. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok